Ивановский зритель истосковался по ярким представлениям. Всем нужна была феерия. Именно так и получилось. Международное шоу с таким названием привез в Иваново дрессировщик медведя Ренат Косеев. На манеж выходит воздушная гимнастка Любовь Ульянкина. И зал замирает. Она взмывает под купол, выполняя захватывающий дух пируэты без страховки. Номер на трапеции называется «Поэма о любви». Артистка цирка играет роль возлюбленной Спартака. За несколько минут зритель испытывает всю гамму чувств. И радость, и светлую грусть, и трепет. Трапеция, мой реквизит, это именно мой возлюбленный мужчина Спартак. Мы вместе с ним сражаемся. У нас идет и воинственная тема, и сцена любви есть, и в конце драма. И прощание со Спартаком, с трапецией. Но красная тряпочка – это символизирует, как моя любовь к нему, и она остается всегда в моем сердце. Цирковое шоу «Феерия» – праздник для тех, кто любит животных. Посмотреть можно, как косолапые артисты легко взбираются на лестнице и кубарем катаются по манежу, как огромные собаки в просторных майках играют с дрессировщиком в футбол. Хватает и экзотики. Дрессировщик Виктор Шустав с супругой привезли в Иваново грациозную пуму. Она тоже способна выполнять трюки. А еще с ними приехали небольшие зубастые крокодилы. Как большая послушная собака, трюки выполняет полосатая гиена по кличке Верный. Зовут Верный. Я решил называть животных так. Ну, грубо говоря, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот верблюд у меня – байром. Это что-то на казахском «божий дар», а атала – это священное животное. Вот у меня два вербуда – атала и байром. Пышные декорации, сценические эффекты, отточенные до совершенства номера – все это и многое другое новое шоу в Ивановском цирке. Гастролеры пробудут в городе недолго. Спешите за билетами, пропустить такое невозможно. Нам все понравилось. Вика довольна была, все время хлопала, визжала. В общем, очень интересно. И все номера, и музыка. И, в принципе, я думаю, с детьми кто пойдет. Детки маленькие, полтора часа очень даже достаточно. И все вот как надо. Ничего лишнего тут нет. Я, честно говоря, как только заиграла музыка, все сели, свет приглушили. Даже прослезилась, потому что нахлынули воспоминания, когда я в своем детстве ходила в цирк, бабушка нас водила. И сейчас я уже привела свою дочку. Есть разница, есть ощущения, воспоминания. Все очень трогательно. Мне понравились, ну, животные разные. Гастролеры тоже мне понравились. Ну, в общем, мне все понравилось. Цирк открыл двери после перерыва в целый год. Небывалая пауза для артистов, их питомцев и, конечно, зрителей. Ограничения есть. Наполняемость всего 50% зала. Не работает гардероб, нет антракта. А в остальном это все тот же магический, манящий и фееричный цирк.